Здравствуйте! Хотелось бы сегодня поговорить о еще одной такой важной теме. Честно, мне задают вопросы, а с кем строить семью вообще, с кем знакомиться? Можно ли, например, с неверующим знакомиться? Можно ли с невоцерковленным? И этот вопрос, конечно, не имеет однозначного какого-то ответа. Я просто, не претендуя, естественно, на истину, поделюсь какими-то своими наблюдениями и мнениями. Знаете, бывает, хоть и редко, что и воцерковленные семьи распадаются, ну, такие трагичные истории были у меня перед глазами. И бывают другие, когда люди ранее вроде бы не воцерковленные они совсем были. А может даже неверующие идут ко Христу и помогают друг другу в этом восхождении и семьи идеальнее. Бывает также, что людям, например, воцерковленный муж или жена женится на невоцерковленных или неверующих, потом приводят ко Христу. Бывает и так. То есть здесь нет какого-то вот однозначного решения. Я всегда в таких случаях вспоминаю житие блаженной Моники Тагасской. Мне кажется, что как-то почитание этой святой, ну, не знаю, может быть, люди ее мало знают, но мне кажется, что заслуживает ее жизнь, более внимательного изучения людей православных. Напомним, что блаженная Моника Тагасская родилась в IV веке в Берберии, это Северная Африка, в очень хорошей христианской семье, но была выдана замуж за язычника. За язычника, который, ну, полностью соответствовал этому, и были трудности у них, так сказать, в семейной жизни, но она за него молилась и просила Бога, чтобы он привел его к истинной вере. А потом у них родился ребенок, который воспитывался в христианских традициях того времени, очень строгих, и потом, в подростковом возрасте, покинув свой дом и отправившись учиться страну наличия, он сошел с этого пути и попал всех, кто Манихеев куда стал, не только сам, не только куда сам устремился, но и куда стал приводить своих друзей. И у него появился внебрачный сын, и, в общем, очень много плохого происходило там. И, конечно, блаженная Моника очень глубоко скорбела, и многие годы она за него молилась и просила Господа не только за мужа, но и за своего сына, чтобы Господь его не оставил. И единожды, встретившись со святым Амбросием Медиаландским, он ей сказал, что не волнуйся, эти остатки слез не может быть потеряны, отмечая, видимо, ее молитвенную устремленность. И вот случилось чудо, сын вернулся в церкви, покаявшись в том, что было, то есть вот великий подвиг матери, молитвы, созидание, он увенчался вот таким потрясающим результатом. И самое интересное, что ее муж принял потом христианскую веру и умер в христианской вере. А сын, если кто не знает, вот этот вот, который отходил от веры и потом вернулся, был никто иной, как один из столпов христианской церкви Блаженный Агустин. Вот мне кажется, что этот пример нас должен научить тому, что если так получилось, если рядом с вами человек неверующий, мы должны полностью устремить свое сердце и молитву Господа, чтобы привел Господь этого человека. И ведь я просто не сказал, а Моника сама не просто молилась, не только молилась, но и показывала пример христианской жизни. И муж ее действительно заинтересовывался. Как так вот, у всех жены такие, а у меня вот особая какая-то жена, с особым каким-то характером, очень хорошим, интересным. Вот мы еще должны, собственно, примеры людей приводить. неизначально рассчитывать на то, что люди так вот прям идеально должны подходить. Хотя, конечно, если они идеально подходят, в этом тоже нет ничего плохого. Просто это сейчас редкий случай. И чаще мы все-таки должны прикладывать что-то сами в силу своей молитвы, какую-то созидательную силу души, терпения, смирения для того, чтобы другого человека привести ко Христу и получить тот плод, который, конечно, нам Богу всегда нужен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok